Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle Vivo V15 Pro. Телефон с супером элит-дисплеем, телефон с выдвижной камерой и это действительно прикольно. Кстати, мне писали очень правильный вопрос, когда я делал распаковку на этот телефон. Как быть, когда разблокировка лицом работает? Ну, конечно же, когда мы разблокируем лицом, то камера включается, разблокируется телефон и камера выезжает обратно. Телефон с модулем NFC, телефон с новым процессором Qualcomm Snapdragon 675 с искусственным интеллектом. Потестировал я его и на производительность, в игрушках, конечно, и на тестах. Расскажу опыт использования этого телефона. Телефон у меня несколько дней, походил с ним. В комплекте идет очень качественный бампер, притом не чехол, а именно крепкий хороший бампер, который защищает этот телефон. Но одевать его на такую красоту, мне кажется, не стоит и по двум причинам. Во-первых, не только из-за того, что он действительно красивый, за счет того, что у телефона нет ни монобровей, ни вырезов в экране никаких, он очень симметричный, только снизу чуть больше рамочка, но со всех сторон, вот ощущение в руке держишь экран, действительно красиво. И кроме того, что он красивый, с обратной стороны у него спинка, правда, пластиковая, телефон пластиковый. Вот оба тоже, судя по всему, пластиковые, потому что я не нашел упоминания о металле. Здесь очень красиво, особенно на свету, как ракушка, структура такая сверху, такие полосочки, как раковина, а снизу они переходят в более темный цвет. Действительно, мне нравится, красиво. И даже то, что камеры немножко выступают, не буду уж к этому сильно придираться. Телефон, если положить, то у камеры видно, что немножечко он лежит неровно, но все равно, все равно что-то в нем красивое есть. И не скользкий. Я не знаю, как они этого добились, потому что вы знаете, что в обзорах я очень часто выражаюсь о том, что телефоны скользкие, обязательно нужен бампер. Это другой вариант. Его можно использовать, и он не выскакивает из рук. Они смогли сделать не скользкий телефон, молодцы. По экрану здесь почти 6,4 дюйма, экран широкий, 19,5 на 9, но почему-то именно с этим телефоном у меня нет ощущения, что он какой-то чересчур вытянутый. Наверное, за счет того, что рамочки очень небольшие сверху и снизу. Разрешение Full HD+, это более 400 пикселей на дюйм технология, AMOLED. Экран хороший, разумеется, вы можете под себя настроить настройку цветовой температуры. Вопросов к нему вообще никаких нет. Яркость достаточная, сочный и ничего не скажу больше. Заявлено 2,5D стекло, но оно не чувствуется, но здесь, правда, наклеена пленка, она настолько органичная, что снимать я ее не стал. Ее практически не видно. Кстати, разговорный динамик сверху, он очень аккуратно спрятан, тоже его практически не замечаешь. По процессору тут все очень просто. Qualcomm Snapdragon 675, здесь 8 ядер, правда, 2 ядра 2 ГГц и еще 6 ядер на 1,7. Но есть модуль искусственного интеллекта, в Antutu выбивает порядка 180 тысяч очков, и это предфлагманский аппарат. Оперативной памяти, кстати, 6 ГБ, а встроенной целых 128, что реально действительно много. Кроме того, есть поддержка как двух сим-карт, полноценно, плюс отдельный лоточек, очень редко я сейчас такое встречаю, отдельный лоток под карту памяти еще, то есть можно память еще дополнительно расширить. Хороший ход. Почему все так не делают, я понять не могу. Хотя 128 много. Так вот, заканчивая с процессором, могу сказать, что мне он понравился. Это настоящий предфлагманский уровень. Если вы спросите, как же PUBG Mobile, я сам в него играю. Ну, конечно, на максималках не дают поставить. Даже с включенным геймерским режимом, здесь есть специальная кнопка такая, игровая коробка называется, когда вся суть того, что вся мощь процессора идет именно на игру, а все остальное по боку остается. Плюс там предотвращает нагрев, много всего, описание, по крайней мере. Но играть можно ближе к максимальным настройкам, но зато очень плавно. Вы не поставите не то, что ультра, вы не поставите там максимальные настройки, просто поставите высокие, но зато бегать будете отлично. Может быть, там блики солнца на рюкзаке персонажей не так будут хорошо видны, но все равно играть комфортно. Что касается камер, то по характеристикам все очень круто звучит. Одно то, что здесь 32 мегапикселя, вот эта фронтальная камера, это, по-моему, самая большая. Я что-то не припомню, что было больше. Хотя, возможно, ошибаюсь, гуглить надо. Но вот я то, что тестировал, 32, это вот, по-моему, первый раз. Она здесь одна, она очень качественная. И мне очень понравились фишки во фронтальной камере. Вы можете сделать эффекты, они доступны сразу при съемке. Крутой эффект, это когда лицо цветное, а сзади весь фон черно-белый. Остальные эффекты мне не очень понравились, но, опять же, любители селфи оценят. Они есть сразу. И качество фотографий с селфи камеры великолепная. Качество видео тоже хорошее. Что касается основных камер, тут 48 мегапикселей, это основная камера. Плюс 8, это широкоугольная камера, притом она углы практически не искажает. Примеров фотографий у меня сегодня много. Можете все по ссылке посмотреть, либо видите на экране. И третья камера, она для эффекта боке. Ну, эффект размытия, разумеется. Он есть и на фронтальной, и, конечно же, на основной камере. Но вот я не могу сказать, что качество фотографий с основной камеры меня потрясли. Но по 10-бальной системе, своей личной, баллов 7 максимум дам. Опять же, посмотрите примеры фотографий и составьте свое мнение. Для вас я положил по ссылке под этим видео. Разумеется, смартфон способен записывать видео в 4К разрешение. Камера своя, особые настройки. Мне импонирует, например, кстати, то, что здесь есть и 4х3, и 16х9, и 19.5х9. То есть, многие компании, как та же Huawei, они почему-то жестко решили, что формат 16х9 уже не нужен, и снимают либо 4х3 почти квадрат, либо 19х9. По качеству видео тоже не могу сказать ничего выдающегося. Опять же, примеры посмотрите сами. Что касается батарейки. Тут 3700 мАч батарейка, притом телефон достаточно тяжелый, меня это несколько удивляет. Но не могу сказать, что он прям сильно тяжелый. Но 3700 батарейка. Крутить видео на максимальной яркости за счет того, что это AMOLED-экран получилось 12,5 часов. В результате вполне себе хороший. В реальном использовании я ставил сим-карту, она до сих пор здесь стоит. Конечно, к вечеру разрядить его крайне сложно. 3700 это хорошая батарейка, плюс AMOLED-экран, поэтому автономность у него чуть выше средней. Вполне себе нормальная. Отмечу из фишек телефона. Это, конечно же, сканер, который прямо в экране. Разблокирует совершенно без проблем, притом неважно, как вы поднесете палец, но понятно, что к определенной части экрана разблокирует 100% без проблем совершенно. И, конечно, я уже рассказывал, разблокировка. Если поставите камеры, то камера будет выезжать, заезжать обратно. Но сканер в экране вполне себе удобный. Повторюсь, разблокирует очень хорошо. Несмотря на пленку, которая наклеена, я снимать ее не стал. Повторюсь, из-за того, что она хорошо наклеена, она совершенно не мешает. По оболочке могу сказать пару слов, что оболочка своя собственная. Мне не очень нравится вот это вот копирование iOS в чем-то. Странно, до сих пор они единственные, по-моему, кто использует. Это когда делаем свайп вот так вот снизу вверх, то появляется такой вот стиль iOS, абсолютно не скрывая совершенно, собственно, настройки все. Настройки, правда, здесь можно перейти, удерживая, например, настройки, переходим в настройки. Закрыть можно двумя способами открытые приложения. Либо кнопочкой все приложения закрываем одной кнопкой, либо, соответственно, выбрасываем их отсюда, из этого трея. Сверху, если мы делаем свайп сверху вниз, то мы видим просто панель уведомлений. Вообще, от Apple взяли много, даже название iMusic, iTemme. По настройкам есть управление жестами, но оно крайне простейшее. Просто эти кнопки убираются, и вместо них внизу будет небольшое совсем. Кнопки можно вот эти три переназначить, разумеется, сделать их другого вида, переназначить кнопку назад справа или слева, да и практически все. Есть режим мотоцикла, телефон способен отслеживать скорость, на которой вы едете, и, соответственно, скрывать уведомления, если он включен. Тоже удобный режим будет. По внешнему виду я обычно рассказываю вначале, сейчас я завершаю обзор, расскажу по внешнему виду все. Сверху у нас есть разъем для наушников и дополнительный микрофон. В наушниках проводных звучит неплохо, но на максимальной громкости слишком много высоких частот. Наушники одни и те же используют. Можно включать эквалайзер, можно включать обработку звука, которая здесь есть. В целом ничего, но, опять же, переизбыток высоких я слышу. С правой стороны кнопка включения и кнопки громкости. Все на своих местах, если вы правша, то удобно, под большой палец правой руки. Очень незаметно, органично сделана кнопка вызова голосового помощника. Ни разу не было ложного нажатия. Она с левой стороны смартфона. Стереозвука здесь нет, здесь только один динамик на боку, вот здесь правым. Динамик достаточно громкий, не могу сказать, что плохой, не могу сказать, что мега хороший. Но громкость хорошая, звук, опять же, несколько рисковат, зато звонок не пропустите. Удивило в 2019 году разъем microUSB, хотя кто-то, наоборот, скажет, что это хорошо. Но я бы, конечно, уже предпочел Type-C на всех современных телефонах. Да, кстати, Always-On Display, так называемый, на заблокированном экране время уведомления, здесь есть. Это хорошая штука. Пусть она расходует немножечко батарейки, но все равно можно его настроить. Например, выключение в 10 утра, включение там в 7 утра. Как вам удобно. И есть несколько на выбор. Так вот, привлекает смартфон несколькими вещами. Кроме, конечно, больших цифр в камере, 32 фронтально. Если вы, для вас важны селфи, если вы бьюти-блогер, девушка, либо просто там, ну, часто себя фотографируете, то, конечно, рассмотрите телефон. Есть сразу эффекты обработки хорошие. Искусственный интеллект, повторюсь, очень классно. Мне понравилось особенно, притом без стыков, очень красиво. Ваше лицо цветное, сзади фон черно-белый. Это действительно красиво. Плюс куча разных еще возможностей. Сама камера, она не столь хороша, хотя 48 мегапикселей звучит впечатляюще. Но не то, что не хороша, но, говорю, я ожидал почему-то большего. Сканер, конечно, под экраном. Сейчас это тоже уже потихонечку приносится в массы. Спасибо китайцам. Они большие молодцы. Они первые это начали внедрять на рынок. Отсутствие монобровей, отсутствие дырок в экране под фронтальной камеры. Отсутствие вырезов, опять же. И, конечно, внешний вид. Пусть телефон пластиковый, и многие будут писать, фу, пластик, пластик. Но все-таки он красивый, хоть и пластиковый, и не скользкий. Реально, хотя бы без бампера его можно использовать. А так, думайте сами. Есть свои сильные стороны, есть свои, ну, не то, что прям слабые, но средние, назову их так. Рассказываю все, как есть, по своим ощущениям. Мне бы, конечно, хотелось более хорошего качества камеры от этого телефона с такими-то цифрами. Потому что фронталка лучше, чем основные. А в остальном батареечка хорошая, экран хороший. Добротный телефон, но решать вам, покупать его или нет. На этом у меня все. Обязательно посмотрите примеры фотографий и видеозаписи по ссылке под этим видео. Если нравится то, что я делал, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всегда много интересного. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Счастливо.